Почему ты приходишь к нам в студию рассказывать о том, что ты делаешь? Я в некоторой степени научный журналист. Я все попробовал на себе. Я точно знаю подводные камни. Дешевыми средствами можно что-то сделать хорошо. Саша, мне платят бренды. Платят огромные деньги, чтобы я разводил людей на бабло. Ну, как по мне, это очень странная ситуация. Увеличение гениталий гидроуроновой кислотой. Это вообще существует? В толщину, в диаметре сделать вот такую шляпу. Вырезайте, рассылайте друг другу. Я в этом плане вообще очень дотошно и душнило. Пусть первым в него камень бросит тот, кто безгрешен. Надулся, сдулся, надулся, сдулся. И в итоге получается такая... Дряхлость. А я не пью, а я не пью. Там на пробежку, здесь попшикался, это помазал. Мои подписчики знают, что у меня идеальная бикини. В общем, там гладенько. Дорого ли это сейчас? Нужно ли это? К сожалению, времечко никого не щадит. И увлажнил кожу. Господи. Будут руки опускаться, будет грустно-одиноко. Все равно надо выджобывать. На что же это похоже по вкусу? Кисель с каким вкусом? Я понял, что у меня с этим сложно, короче. Я не умею определять, как и запахи. Блин, я не знаю. Ну, мне очень сладко. Сладенько, вкусненько? Блин, я не знаю. Просто сладко. Не знаю, как десерт какой-то. Десертик, да. Ну, на желе похоже. Ну, правда. Знаете, продавались раньше в столовых. Стояло там просто желе отдельно, как красненькое. Вот очень похоже на него. Наша университетская столовая. Да, 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 да. Вот это что-то такое. Хорошо. Блин, у меня со вкусами плохо. Это был вкус вишни. Я тебе дам более очевидный вкус. Хотя, ладно, очевидный. Окей, дам другой. Зачем мы вообще едим косметику? Мне плохо от него не будет. Ну, какой здесь вкус? Ой, это что-то очень знакомое. Не знаю, это банан. Банан, бинго. Да? Да, это банан. Но тебе вкусно или невкусно? Вкусно, вкусно. Ну, да. Очень странный привкус после остается. Какой? Не знаю, как тягучий, короче. Вот такое ощущение в конце. Хорошо, держи. Блин, сто процентов он просто рофлит надо мной. Я вам говорю, он просто... Как ты можешь подумать, что я приличный бьюти... Он просто издевается, я вам говорю. Ну? На что похоже? Не знаю, может персик какой-нибудь или абрикос? Ну, тебе из трех предыдущих какой больше понравился? Второй. Второй бананчик тебе понравился. Это отвратительно звучит. Окей, тогда... А я не угадал, да? Это был персик маракуйя. Да. Ну, маракуйя, слушайте, это что-то экзотическое. Ты не так часто ешь. Твои оральные рецепторы хорошо развиты. Что же это? Это ваниль какая-нибудь. Ваниль. Ну, это... То есть, это не что-то... Саша, то есть, ты про Spice Bomb рассказывал прям детали, нюансы. А здесь ты не можешь прочувствовать пирамиду вкуса. Что это последнее было? Это была соленая карамель. А, ну, все. Это как в попкорне. Да? Да, да, да. Похоже? Да, да. Хорошо. И четырех вкусов какой тебе больше всего понравился? Последнее теперь. Как ты думаешь, что это? Что это за косметический продукт? Давай так. Из моих познаний они неглубокие. Тем не менее, я думаю, что это могло бы применяться в какой-нибудь бальзам для губ, который ты можешь... Ну, смотри, моя цепочка простая, да? Раз это можно есть... Контактируется с ртом. Да, с ртом. Значит, это попадает тебе в рот, это должно быть вкусно. И я думаю, что это какой-нибудь бальзам... Ну, вот, знаешь, не вот эти помады, которые... А вот... Пальчиком ты кешь. Редукция работает. Но все неправильно, да? Давай еще разовьем тему. Куда же она может двигаться? Еще надо версия или нет? Давай еще одну версию. Просто альтернативную. У меня есть версия, но я не буду ее озвучивать. Почему? Давай, Саня. Допустим, это... Вы серьезно, это оставите? Короче, это средство для интимной гигиены. Для девочек, поняли? Ну, типа... Типа помыло. И вкусненько. Не дай бог пойдет на свидание, и мальчик что-то там будет делать. Но ты был практически прав. Читай. Давайте почитаем. Гель со вкусом персика и манго. Съедобный гель на водной основе оказывает смягчающее действие на кожу, увлажняет ее, делает ощущение более чувствительное. Губы слизистые, заместим в тебя. Ну, блин, слушайте. Это что вообще? Ты понял, что это? Гель со вкусом персика и манго. Это смаз какая-нибудь. Да? Это первый на рынке съедобный лубрикант. Бетерра. Энергия твоих побед. Ребят, всем привет. Это TheCodePodcast. Меня зовут Шурер Апей. Традиционно собираемся в студии для того, чтобы радовать вас новыми героями. А вы, в свою очередь, будете радовать нас своими просмотрами. Сегодня у меня в гостях особенный человек. Его зовут... Валентин Бернацкий. И через слэш-дефис бьюти-голик. Валентин, привет. Привет всем. Очень просто. Мне хотелось бы узнать, во-первых, чем ты занимаешься? Почему ты приходишь к нам в студию рассказывать о том, что ты делаешь? Потому что это не случайно. Те, кто приходят к нам, они точно чего-то добились. Я блогер. Бьюти-блогер. И занимаюсь этим буквально меньше, чем полгода. Условно, за короткий промежуток времени. Достаточно большие цифры охватов. Популярность. Многие мужчины посмотрят, возможно, с долей скептицизма. И осудят. Да, они сразу скажут, что ребята, ну, конечно, все понятно. Вот опустились до этого, уже мужчины снимают бьюти-блоги. Как получилось, что ты к этому пришел? В какой момент ты такой, блин, мне точно надо этим заниматься, это мое? Ну, смотри, я, если так уже копнуть глубоко, там, еще в школе я был победителем республиканских олимпиад по валиологии, по биологии, а в дальнейшем просто для саморазвития я отучился на косметолога, затем я закончил курсы нутрициологии. Это было с точки зрения просто улучшить свою жизнь, прежде всего, и близких. Потом настал период, когда мне нужно было полностью сменить деятельность по причине того, что я загибался ментально из-за разрыва отношений. Я решил себе сделать челлендж, применить все мои знания, навыки и опыт, который формировался очень длительное время в каком-то контексте, и решил стать блогером. Это был такой челлендж на полгода, он еще даже не закончился, по сути. Каждый день делать контент и его заливать, независимо от причин. То есть, условно, будут руки опускаться, будет грустно и одиноко, все равно надо выджобывать. Понятненько. Слушай, но ты вот сказал, что я пришел для того, чтобы самому все это узнать, для себя, для близких и так далее, делиться информацией. Это понятно, но в любом случае есть какие-то внутренние ощущения, потому что я не веду просто так, мне это нравится, я этим занимаюсь, я в какой-то момент понял, что у меня это получается. Тебя кто-то направил или кто-то сказал тебе, что, блин, ты классно разбираешься, вот давай. Или это ты просто со временем такой, блин, все, типа, я готов делиться, забирайте, получайте от меня информацию. Понял вопрос. Я был очень часто не согласен с блогерами, которые мне попадались в ленте, потому что зачастую это шаблоны, стереотипы, это лживая информация, это попытка продавить конкретные бренды, конкретные процедуры, устройства. И я вижу эти несоответствия, я был не согласен. То есть, мне хотелось дать свою позицию по тому или иному вопросу. Поэтому это отчасти тоже повлияло на решение стать блогером. Плюс все мои друзья, близкие, знакомые всегда ко мне обращались по поводу «подбери уход», «порекомендуй процедуры», «что делать, что не делать». В очередной момент придя от психотерапевта, который сказал мне «займись конкретно чем-то», потому что ты как бы, ну, либо ты сядешь на антидепрессанты жесткие, либо ты сменишь, начнешь какую-то деятельность, которая будет просто каждый день степ-бай-степ выстраиваться в какую-то вот такую продуктивную деятельность. Мои друзья такие говорят, слушай, начни в бьюти-блог, потому что, ну, как бы для этого есть все предпосылки. Я подумал, что, блин, у меня есть образование, у меня есть опыт, потому что я попробовал на себе все. И почему нет? Меня не отпускает то, что ты сказал в самом начале, как только начал отвечать на мой вопрос по поводу того, что ты ходил к психотерапевту или ходишь. Ну, это, конечно, вне контекста моей деятельности. Окей, я был у психотерапевта два раза. На первом я пошел просто потому, что я понимаю, что я предыстория. Я уволился с хорошей работы в Беларуси. У меня длительные отношения начались, я уехал за границу, бросив все, просто жизнь с нуля. Работа, я уволился, я сдал свою квартиру, чтобы у меня был какой-то доход на период становления в другой стране. Были грандиозные планы, но пандемия и другие перетурбации жизненные, и мировые повлияли на то, что отношения закончились. И я приезжаю в Беларусь, моя квартира сдается, а я живу в отеле. Ну, так получилось. Офига себе, что это за квартира такая нормальная, красивая. Мне нужно было пожить в отеле, и вот я живу в отеле, и понимаю, что я без отношений, без работы. Все ставки, которые я сделал, дальнейшие планы, они разрушены. Мне нужно себя по кускам собирать просто. И поэтому, я думаю, сейчас либо я просто как бы ментально сдохну, либо мне нужно уже идти к специалисту. Я пришел к специалисту, психотерапевт сказал, что в целом у тебя очень стабильная психика, у тебя нет особых потребностей в терапии антиписантов. Ты можешь деятельностью, новой деятельностью, просто сфокусировавшись на ней, решить свои эти ментальные проблемы. И второй раз я пошел уже, когда я начал эту деятельность, просто удостовериться, все ли хорошо, все ли стабильно. Может быть, я себе придумал, что на самом деле, знаешь, такая пелена, что все хорошо, а на самом деле все плохо. И он сказал, что в принципе, я тебе больше не нужен. Я не назначу тебе терапию, я не нужен тебе в плане консультации и прочего. Если будут какие-то жизненные ситуации, которые на тебя будут влиять негативно, возвращайся, приходи ко мне, мы это проработаем. Но сейчас ты на правильном пути, в целом как бы нет необходимости в терапии. Я почему спрашиваю? Во-первых, потому что, а, это модно сейчас, и как будто бы волна, все ходят и пытаются решить свои вопросы с помощью психотерапевта. Второе, просто пытаюсь найти, возможно, это связано как-то с тем, что подтолкнуло тебя заниматься тем, что ты снимаешь бьюти-блок. Да, в том числе это рекомендация психотерапевта. Я просто из тех людей, которые переживают внутри себя все, и в целом никогда не обращаются за помощью и поддержкой к близким, к друзьям, к специалистам. Поэтому это не моей природе просто. Но здесь я понимал, что как бы все, уже край, поэтому нужно просто хотя бы чекнуть, не настолько или все плохо, насколько я сам себе надумал. А так, да, сейчас это тренд, и многие формируют себе такую беспомощность, потому что гораздо проще перевесить проблемы на других людей, того же специалиста. Но опять-таки, все мы разные, для кого-то эта поддержка специалиста, она важна. Просто я другой к своей конституции. Давай поговорим про образование, которое есть или нет его у тебя, именно что касаемо твоего профиля, то, что ты сейчас позиционируешь и рекламируешь. Какое у тебя образование, высшее, не высшее, и вообще можешь ли ты давать советы, если у тебя такое образование? По образованию, касательно сферы бьюти, я косметолог-эстетист. Поэтому я могу давать любые советы по манипуляциям, по подбору ухода, по каким-либо коррекциям. Плюс у меня огромный опыт с точки зрения пациента. То есть я на тебе сделал практически все. Подождите, это очень важно, потому что сейчас кто-то посмотрит. Опять же, понятно, ты очень красивый мужчина, так можно говорить, я не стесняюсь абсолютно этого. Это действительно, я не из тех людей, давайте так, кто действительно говорит, что мужчина просто должен быть чуть красивее, чем обезьяна. Ну, давайте честно, ну, это глупость полная, потому что действительно красота, она бывает разная, и я абсолютно не против. По поводу того, что ты сделал все, что возможно, ребята, я тоже что-то делал. Если вы знаете, что я сделал, напишите в комментариях. Поэтому я... Я надеюсь, мы не будем сегодня обсуждать увеличение гениталий гидроуровной кислотой. Кстати, это вообще существует? Да, есть возможность увеличить немножко пенис в толщину, в диаметре, сделать вот такую шляпу. Нет, ну, ребят, у меня все нормально. Я думаю, Валентина тоже, поэтому мы... Ты же не прибегал к этому, нет? Если это видео наберет 10 тысяч лайков, я расскажу в следующем выпуске. Договор. И, возможно, даже покажу. Договор, договор. Такую шляпу. Поэтому, возвращаясь, я абсолютно за. Если есть возможность, то и у человека есть средства для того, чтобы что-то изменить, чтобы в жизни он чувствовал себя комфортнее, я абсолютно за. Но раз ты уже заикнулся, давай поговорим об этом. Хорошо, давай поговорим. Но прежде я хочу акцентировать внимание на своей философии. Смотрите, друзья, все, что касается модернизации себя, наша жизнь — это, по сути, развитие. Это всегда либо развитие, либо регресс в силу того, что как бы возраст, время. И поэтому, на мой взгляд, наращивание своих скиллов должно быть очень гармоничным. Мы сами создаем свои смыслы. Для кого-то важна внешность, для кого-то интеллект, эрудиция, для кого-то эмпатия, навыки речи и прочее. Поэтому в моей голове это гармоничное развитие личности по всем аспектам. Внешность, в том числе тело, лицо, волосы, эрудиция. В общем, все, что я перечислил. Поэтому чем гармоничнее, тем лучше. То есть у кого-то есть перекосы, для кого-то это важно что-то большее. Ну, например, по поводу тела. Все говорят, что я стероидный качок, хотя видно, что никаких стероидов я не принимаю. И 15 лет я просто занимаюсь каждый день в зале. Офигеть. Ну, это тоже способ уйти от стресса, потому что физическая активность, она суперкруто убирает стресс. Вот. Поэтому мы создаем сами свои смыслы, и какой смысл для вас, вы решаете сами. И возвращаясь к вопросу. Давай. Давай. Давай перечислим. Ты уже начал говорить такой, вот я что-то делал. Все равно интересно. Блин, люди будут смотреть, и кто-то зайдет в Инстаграм, и понятно, что, возможно, найдет информацию, но тот, кто посмотрит сейчас, задается этим вопросом. Хорошо, Саня, как ты думаешь, как вы еще можете обращаться? Да, как угодно. Саша, Саня, Санечка, Санек, Шура, Александр. Как угодно. Саня, Санечка, Санек, Шура, Александр. Скажи, что ты думаешь из манипуляций, которые явно сделаны? Давай только честно. Честно? Давай. Поехали. Я немножко шарю. Опять же, по той простой причине, что те зрители, которые смотрят нас давно, знают, что у нас в гостях был и пластический хирург, то есть там мы в жизни дружим, понятно, что я от него слышу часто вещи, то, чем он занимается с профессиональной точки зрения. Ну, губы 100%. Давай, продолжай, продолжай. Подожди, в этой игре есть, типа, продолжение, когда мне скажут да-да, нет-нет? Губы были сделаны один раз 8 лет назад. Я застал этот момент, кстати. Да, ты застал этот момент, и тогда я ходил по универу, очень гордился большими губами, это было очень трендово. А все рассосалось, больше к этому не возвращаюсь. Ах, то есть ты читер, ты то есть знал, ты видел, и поэтому сейчас такой навангую, что губы были сделаны. Но сейчас в губах нет уже геля, то есть это уже условно моя форма, только немножко измененная фиброзом, который образовался от геля. Окей. У меня один вал. Один вал, давай. Так, что я могу предположить из того, что я, чтобы это правильно просто называть, возможно, ты удалял комкибиши. Комкибиша я не удалял. Не удалял, мимо. Бишектомия называется. Да? Ну, я, видите, очень поверхностно. Не знаю, может быть, нити какие-нибудь, это то из того, что я современно знаю. Я просто перечисляю все подряд. Не, ну я тебе говорю просто конкретно, что очевидно сделано. То есть что, какие-нибудь положения, что сделано очевидно. Ты же понимаешь, что если бы я очень хорошо типа держал перед руками две фотографии, где до и после, то было бы легче. А так, как будто бы, мне трудно сказать, ну вот человек, вот такой есть. Ладно, ладно, просто красивый человек. Да, я просто могу перечислять все подряд. Там, как это, блефаропластика, что там еще есть. Не знаю. Ну, нос, может быть, делал. Нет, нос я не делал. Хорошо, тогда рассказывай, я все мимо. Окей, из того, что я делал такого глобального, по хирургии лица ничего не делал вообще. То есть все свое. Делал несколько пересадок волос, потому что, к сожалению, у некоторых волосы выпадают. И ты либо принимаешь себя лысым, а некоторым это не идет, либо ты как бы решаешь проблему. При том, проблему я решал изначально применением спреев локальных. Есть еще возможность пить таблетки. У них есть побочка в виде риска получить отсутствие эрекции. И это как бы, ты вроде бы волосатый, но как бы с нулевым либидо. Так себе. Ну да. Чем-то нужно жертвовать, да. Да. Поэтому я подошел радикально, сделал пересадку. Одной не хватило, поэтому сделал три. Дорого, больно. Ну, опять-таки, мы свои ценности и свои приоритеты расставляем самостоятельно. Вот, что еще. Инъекционная косметология, по качеству кожи, по устранению морщин, аппаратная косметология, процедура, улучшающая качество кожи, убирающая рубцы, устраняющая волосы на теле. Жить вообще в этом плане несправедлива. Где-то мы волосы пытаемся засадить, а где-то удалить. И, к сожалению, это не соответствует нашим ожиданиям. Вот. Ну, по сути, все. Если кратко. Слушай, добишь, давай так, простым языком скажем для людей. То есть, хирургического вмешательства нет. Это все, что ты делал, это какие-то инъекции. Я правильно понимаю, да? Это малоинвазивная технология в виде инъекции, аппаратной косметологии. А хирургия, ну, условная хирургия, это только пересадка волос, потому что там реально физически выбирается фолликул и сажается в новое место. То есть, это хирургическая манипуляция. А так все малоинвазивное. У меня вопрос просто, давно ли ты это делал, потому что, как будто бы сейчас это стало очень доступно и уже по поводу пересадки волос. Это стало очень доступно. Я вижу мои знакомые, я не знаю, в каком мире вы живете, но как будто бы вокруг меня это стало нормой, что мужчина, когда сталкивается с этим, если его действительно это как-то стесняет, то он может легко решить эту проблему. В целом, стигматизация вот этой ниши, всей бьюти, она с мужчин как бы уже устранена. То есть, все понимают прекрасно, что внешность это такой же инструмент карьерного роста, инструмент, который можно применить во всех сферах жизни для того, чтобы ее улучшить и в коммуникации личностной, и профессиональной, поэтому все понимают, что выглядеть хорошо, это гуд. А по поводу, ты сказал, где-то волосы растут, где-то не растут, ну я таким простым языком говорю. Где ты удаляешь везде? Ну как это? Мои подписчики знают, что у меня идеальная бикини. Грудь, живот, подмышленные впадины, плечи, в общем, там глазенько. Слушай, ну а ты делаешь это по какой причине? Ну я понимаю, когда там люди участвуют в конкурсах, допустим, там бодибилдер там выходит на сцену, ему надо, чтобы все было красиво. Ты это исключительно делаешь для себя? Ну какую цель ты преследуешь? Собственные ощущения, как я выгляжу лучше, как я выгляжу эффектнее. И мне захотелось, я сделал. Рекомендуешь всем? Лазерная эпиляция одна из тех технологий, которые реально упрощают жизнь, что с бритьем, например, если вы понимаете, что в целом вы не хотите носить бороду и вы не планируете это делать. Лазер решает проблему радикально, без раздражений, без постоянной щетины, то есть все в этом плане круто. Ровно так же и по телу. Заявляется, что волосы выпадают навсегда, это не так. Условно нужно раз там полгода, раз там 8 месяцев дублировать процедуру, но это мизер. То есть гораздо удобнее раз в 6-7 месяцев пойти и сделать процедуру, чем ежедневно бриться. Согласен, ненавижу бриться, ребята. Причем у меня не растет, у меня проблема. Я в какой-то момент столкнулся с тем, что я такой, блин, все стали бородатые вокруг. Это какой-то тренд. Озерский пушок. Да, а у меня не растет, ну типа у меня вот, у меня это называют турецкая бородка, вот так только. И все, вот тут ничего нету. И я в какой-то момент такой, ну точно надо почитать в интернете, загуглить, купить средства, чтобы у меня точно борода росла. И в какой-то момент я что-то там, ну три недели, наверное, этим позанимался. И потом такой, ай, блин, ну типа. По поводу средства для роста бороды. Это миноксидил. Он работает только при постоянном применении. Только вы прекращаете пользоваться волос и возвращаются к исходной позиции. И много рисков, связанных с повышением давления, с сердцем, потому что изначально препарат предназначен был для решения кардиологических проблем. По поводу ухода. Дорого ли это сейчас? Нужно ли это? В первую очередь я хочу поговорить от лица мужчин все-таки. Потому что я знаю, что все равно у большинства мужчин есть такая позиция, что это все там, это все вот эти крема ваши, эти вот эти приколы бабские. Саша, ну как тебе не стыдно? Ты закончил университет культуры и искусств. Кремы. Кремы? Простите, пожалуйста. Поставьте мне два балла. Ставьте лайк. Ставьте лайк, да. Как будто бы все от этого отстраняются, говорят, это все вот эти ваши штучки, там, это не для мужика настоящего. Нужно ли это действительно сейчас? Насколько это необходимо? И как это выглядит? Дорого ли это? В общем, не знаю, полноценный курс, давай, для меня от эксперта. Возвращаемся к целям. Если вам это важно, выглядеть хорошо, вы занимаетесь ходом за собой. Потому что, к сожалению, времечко никого не щадит. и чтобы немножко отсрочить возрастные изменения, сделать кожу лучше, компенсировать какие-то проблемы, важен хотя бы базовый уход. Это очищение кожи и увлажнение. Это более чем достаточно. Давай пошагово тогда. Вот я просыпаюсь утром, да? Ну, я, может быть, плохой пример, у меня действительно проблемная кожа. Ты не видел проблемной кожи, Саша. Хорошо. Ну, давай тогда. Как должно выглядеть утро, там, на моем примере, допустим? Мы отталкиваемся от того, все-таки уходовая косметика это не только функционал, это еще и ритуал ухода за собой, который нам дает ощущение стабильности, гармонии. Это как выпить чашку кофе утром. То есть, это ритуальность. И для многих это тоже важно. Это немножко заземляет и делает человека спокойнее, ощущение стабильности. Ну, это как немножко такой психологический момент. А для какого-то базового совершенно ухода достаточно очищения и увлажнения. То есть, ты проснулся утром, лицо умыл с очищающим средством, хотя утром есть протоколы, в которых можно не использовать очищающие средства, только раз в сутки вечером, в зависимости от типа кожи. И увлажнил кожу. Если ты идешь на солнце, нужна дополнительная фотозащита, потому что фотостарение является одной из таких ключевых причин старения кожи. Ну, а как же, когда говорят, что вот витамин, какой у нас, витамин D? Витамин D синтезируется кожей достаточно инсоляции, буквально, маленькой поверхности кожи там на теле. И этого нужно мизер совершенно. Поэтому нет необходимости. Слушай, и сразу тут же возникает вопрос. Ты как профессионал, что скажешь по поводу солярия, рекомендации твои? Да-да, нет-нет вообще. Насколько это хорошо или нет? Солярий зло. И в целом камуфлирование проблем кожи загаром это плохо. Потому что, да, с одной стороны кожа выглядит лучше. Камуфлируются венки, пигментация, воспаление, подсушиваются воспаления сами по себе. от ультрафиолета. с которыми ты сталкивался или которые ты бы не рекомендовал. Из таких рискованных процедур это плазмопен. Это выжигание на коже плазмой отдельных отверстий с целью омоложения. Изначально плазмопен применяется только для удаления новообразования на коже. А его начали использовать для омоложения, делая множественные ожоги микроскопически на коже. Господи. Проблема в том, что продолжительность воздействия очень сильно влияет на глубину поражения. И то есть, условно, задержав буквально на микросекунду избыточно это устройство, ты получишь гиперпигментацию и рубец. А самого эффекта омоложения практически нет. Все результаты, которые показывают до и после, это сразу после процедуры, когда нарастает отек посттравматический. И это как бы нерепрезентативно. Это одна из таких процедур, которые не стоит делать никогда. Есть альтернатива в виде лазерной шлифовки, например, где очень дозировано и точно подается энергия, поэтому выжигаются супер точно отверстия и на определенную глубину, определенным диаметром. Поэтому это прогнозируемый эффект и отсутствие рисков и побочек. Вот. Из таких процедур BB Glow тональный крем на год. Слышишь ты мыть о таком? Нет, первый раз вообще слышу. это процедура, когда татуировочный пигмент с витаминками в смеси вбивается в кожу татуировочной машинкой. Получается эффект типа тональника. Ну, просто потому что... И это на все лицо делают? Кто-то делает на все лицо. Понятно, что концентрация пигмента меньше, чем в татуировке в личном пигменте, но она там тоже высокая. Некоторые сейчас делают перманентом румяна, и контуринг. Вау. Да. Но суть в том, что в подобного рода пигментах содержится диоксид титана, который дает именно белый оттенок. То есть любой там красный смешивается с белым, получается розовый. Какие-то все светлые оттенки это всегда комбинация какого-то цветного пигмента плюс белый пигмент. Белый пигмент диоксид титана, он в коже спустя время меняет цвет. Он переходит либо в сероватый, либо в розоватый. И ты рискуешь условно через полгодика быть пятнами на лице, которые ты ничем не выведешь, потому что лазер не берет белый оттенок. Вот я и хотел в конце спросить, можно ли от этого избавиться в итоге. Избавиться невозможно, люди потом страдают, но слабоумие, отвага иногда у людей, ну и неинформированность, которую мы исправляем в моем блоге. Кстати, о твоем блоге, ты сам уже подошел к этому, ты часто показываешь, сравниваешь те средства ухода, которые можно просто купить в обычном магазине. Действительно ли это правда? Насколько все, что ты показываешь, действительно работает? Потому что кто-то заходит и смотрит и такой, блин, серьезно, вот этими дешевыми средствами можно что-то сделать хорошо? Саша, мне платят бренды, мне платят Мила, мне платят черный жемчуг и прочее. Белита Витекс мне тоже платит огромные деньги, чтобы я разводил людей на бабло. Понимаешь? Я сейчас не понимаю, это сарказм или нет? Конечно, сарказм. Нет, вопрос в том, что любые косметические продукты, это всегда, они со схожих ингредиентов готовятся условно. Поэтому большой разницы между люксовым сегментом, профсегментом, масс-маркетом практически нет. Объективно. Понятно, что качество ингредиентов, контроль качества, активы, которые используются, они могут быть чуть лучше в премиальных линейках и профессиональных. Концентрации могут быть выше. Но в целом есть косметические продукты, которые супер удачные, и я о них рассказываю. И если посмотреть, у меня нет ни одного бренда, на котором бы я акцентировал внимание. То есть в черном жемчуге вот суперкрем, в Лореале вот такой суперкрем, максимально универсальный, рабочий и крутой. Поэтому я зато очень много денег потратил на ухаживающие средства, на процедуры, на косметологов. И у меня тоже было множество разочарований. Мне бы хотелось, чтобы в моей жизни был человек, который говорил, что вот, Валик, не нужно это покупать, это херня. А вот это купи. Или эта процедура тебе не поможет, но ты потратишь всю стипендию на нее. И поэтому я чувствую определенную важность своего блога в том, что люди потом приходят и пишут мне о комментариях, или там в личку, что спасибо большое, крутой крем, там обычный крем. Я не думал, что там обычный крем может решить проблему гиперкератоза, например, или там проблему акне. А по факту все на поверхности. Везде есть протоколы решения той или иной проблемы. Я в некоторой степени научный журналист, потому что я беру информацию из конкретных легитимных научных источников США, Европы, и делаю компиляцию, изучаю несоответствия, изучаю реальную информацию. И потом на основе этой информации делаю рекомендации. То есть мне просто как простому человеку, чтобы я понимал, для пояснения, ты сказал, что очень часто и дорогие бренды, которые вам покупают, и что-то дешевое, в принципе, по составу они могут быть одинаковыми. Поэтому, чтобы понимать, важно читать, что написано. Правильно я понимаю? Главное разбираться вот в этом, а не что написано на упаковке, от кого этот производитель. В идеальном мире да. К сожалению, не все разбираются в косметической химии. Это первый момент. Да и в принципе, зачем загружать себе голову и знаниями ее. Гораздо информативнее не обещание на упаковке, а конкретно состав. То есть я по составу вижу, что это будет примерно такая консистенция. Это будет работать или не работать. Плюс есть бренды типа бабушки Агафьи, например, где заявлено куча экстрактов. Но даже исходя из консистенции продукта, ты понимаешь, что там и этого нет. Сами по себе растительный экстракт это дорогой компонент. Когда крем стоит 2 рубля, вряд ли там будет что-то из растительных экстрактов, потому что это растительное сырье, которое цело проходит каскад различных манипуляций, чтобы получить экстракт. Вот. А в целом, смотри, например, простой пример. Концерн L'Oreal Beauty. Туда входят средства Garnier, это масс-маркет L'Oreal. Туда входит аптечная косметика. Условно, один плюс два-три завода одного большого концерна делают кучу различных направлений. Матрикс это проф для волос дорогущий. То есть сегментирование рынка. Они делаются практически из одних ингредиентов, потому что сырьевая база у завода, она одна. Я разговаривал с технологами конкретно этого концерна, и они заявляют, что качество ингредиентов условно в L'Oreal и у Vichy немножко отличается. Но у меня большое сомнение по этому поводу. Я в этом плане вообще очень дотошный, душнило. Я любитель, если у меня есть возможность, с врачами подискутировать, с представителями оборудования косметологического. То есть у меня есть друзья и в этой сфере, и мы можем сидеть под винишко обсуждать преимущество того или иного аппарата перед другими конкурентами. То есть мне очень нравится эта тема, я прям люблю в ней копошиться и узнавать много нового. Ты, кстати, сказал по поводу того, что условно разливают, для меня в моем представлении с одного контейнера разливают всю косметику и просто клеят на нее разные названия брендов. Так это выглядит, да? Это не совсем так. Смотри, например, тоже пример из концерна L'Oreal. Молекула пароксилан это антивозрастной ингредиент, который применяется в уходовой косметике. Учитывая, что это инновационный компонент, он сначала появляется в люксовых линейках типа Элина Рубинштейн, потом он спускается до аптечных различных направлений, например, виши, а потом он оказывается спустя пару лет уже в L'Oreal Cosmetic. Понятно, что что-то суперинновационное, крутое, но сначала появляется условно верхушкой, точно так же упаковки. Там диспенсеры, помпы появляются сначала в премиальном сегменте, потом постепенно спустя пару лет они спускаются до массового потребителя. Вот и все. А так с большего, ну просто у меня много примеров на примере таких крупных концернов, когда условно виши, гарнье и киллз могут быть продукты один в один по составу. Упаковки могут быть немножко отличаться, но по своим характеристикам они идентичны. Просто понятно, что условно девочка-студентка выберет гарнье, это масс-маркет, а уже девочка более обеспеченная выберет себе киллз. Короче, ребята, все есть маркетинг. Да, безусловно. Сейчас что эстетическая медицина, что уходовая косметика и рынок уходовой косметики, это прежде всего реклама и продвижение. Мне еще интересно, просто опять же, как обывателю, меня интересует такой вопрос. Я вижу рекламу, когда там и отдельно. Это крем для век. Это крем для бровей. Это, да, это для для пальца правой руки, этот для левой руки. Это отдельно. Ну, насколько это реально? Потому что, ну, я всегда со смехом к этому отношусь, я такой, блин, вы серьезно? когда, ну, давай так, раньше такого не было. В какой-то момент все решили, что каждой части тела нужно отдельное средство. Это же тоже маркетинг? Прежде всего, это маркетинг. Крем для век. Чем он отличается от крема для лица? Там меньше ароматизирующих компонентов, которые могут вызвать аллергию. Там меньше может быть летучих компонентов типа этилового спирта и прочего, которые могут вызвать раздражение глаз, близкие контакты происходят. Но в целом, это чуть более мягкий крем по воздействию, чем на все лицо. Но с большего можно пользоваться увлажняющим кремом, если у вас нет каких-либо проблем с гиперчувствительностью слизистой века. Я прав был, получается. Нет, здесь мы не отсеиваем еще и факт того, что это ритуальность, о которой я говорил изначально. Для некоторых очень приятно лечь ванну, принять ее с солью, потом намазать на себя восемь слоев ухода, потом сделать скрабик, потом кремик для тела, потом сыворотку для колена, сыворотку для век, потом сверху кремик. Это тоже, мы что-то делаем для себя приятное. И это больше про психологию, нежели про реальный эффект. Сейчас жена моя посмотрит, скажет, вот, Саша, поэтому ты тратишь на все это деньги. Что не будешь рекомендовать никогда никому, возможно? Почему я спрашиваю? Потому что я вижу, что сейчас, во-первых, все бьюти-процедуры плюс, давай так, какие-то хирургические вмешательства стали очень доступными. Как будто бы сейчас раньше казалось, что это просто где-то за гранью фантастики, это стоит больших денег. Если кто-то что-то делал, все такие, вау, это богатый человек, который тратит на себя деньги. Сейчас это стало доступно. И люди ринулись все это делать, это все просто, как будто бы, что не надо делать? Я вот вижу девчонки, 20 лет она пошла, лупанула себе нить, я такой, господи, солнышко, у тебя 20 лет, куда ты лезешь? Опять-таки, все опирается в бизнес, получение прибыли. И нормальный специалист скажет, вам это не показано. У любой процедуры есть показания. Невозможно делать то, что не показано, хотя многие это делают. и нити ставят, когда нет птоза, и обкалывают лицо гиалуронг, и когда в этом нет каких-то показаний. Цель заработать сейчас такая, прям основополагающая. Что точно бы не делал? Ну, давай так, никому не рекомендовал. Вот есть у тебя такое, какое-то табу? От слова совсем. Процедуры я тебе озвучил, какие точно не стоит делать, а по поводу инъекционной косметологии, аппаратной, здесь все упирается в показания. Нужно понимать, что условно, если у вас нет показаний, у вас либо не будет результата, либо будут цепобочные явления. Поэтому условно девочке с отсутствием птоза не стоит ставить нити, например. И вообще в целом надо понимать первопричину, потому что иногда обвисание лица связано не со старением, а с нарушением прикуса, например. И девочка, поставив брекет и выровняв прикус, крутой эстетический результат, плюс дополнительно еще улучшение функционала, потому что все-таки на мой взгляд красота является отражением здоровья прежде всего. Потому что можно сколько угодно латать какие-то проблемы, но базово нужно быть изначально здоровым, вести здоровый образ жизни. Мы видим примеры типа Насте Волочковой, когда есть все ресурсы для того, чтобы быть красивой, ухоженной. Есть изначально генетически красивый, роскошный человек, который убил себя алкоголем, и по итогу сколько ты не латай, это это как, не знаю, там старый диван, все равно пружина где-нибудь да вылезет. Слушай, ты заговорил, вот что мне делать, то есть у меня такой образ жизни, что условно там пять дней я занимаюсь работой, он никак не связан с алкоголем и так далее, но вот выходные я себе позволяю, и на завтра, понятно, я просто просто встаю и такой, я не соу фреш, от слова совсем. Ну, времечко никого не щадится, да, но тем не менее может есть какие-то рекомендации, что типа вот так быстренько прийти в себя? Ну, быстренько в себя прийти можно, учитывая, что у тебя деформационный тип старения, у тебя есть достаточно такие большие объемы тканей на лице, и в этом случае отеки прямо это твоя проблема основополагающая, и она, и нужно ее решать, потому что наши ткани лица, они как воздушный шарик, надулся, сдулся, надулся, и в итоге получается такая дряхлость. Я простым языком говорю, да. Вот, и поэтому нужно это профилактировать, это питьевой режим прежде всего в том случае, то есть условно ты не пьешь на ночь много жидкости, это можно поработать микротоками домашними, это устройство, которое способствует оттоку жидкости от лица к телу. Это лимфодренажный массаж, это лимфодренажная гимнастика, это маски на основе кофеина и винатоников, в общем, можно загоняться по этому долго и упорно, но все равно это решение проблемы кроется в том, чтобы просто не бухать. Ребята, все очень просто. Берите пример, кстати, с Валентина, потому что, я так понимаю, ты вообще не употребляешь алкоголь или нет? Позволяешь себе, не позволяешь? Я позволяю, у меня был период жизни наверное 25 лет, когда я так ходил, выпендривался, а я не пью, а я не пью. Ну, сейчас иногда я могу позволить себе выпить там бокальчик вина, иногда могу просто хорошенечко выпить, и мне потом стыдно, потому что вылезают все мои творческие начинания, и лучше вам не знать, в сети гуляет очень много видео, которое меня немножко характеризует как шаловливого балагура, но не об этом сейчас. Так что можете загуглить, ребята, кому интересно, включайте ищейку. В какой-то момент был тренд вообще дикий на азиатскую косметику, я помню, в какой-то момент в Беларусь просто это как, не знаю, как манна небесная какая-то, все-таки азиатская косметика, ребята, на каждом углу, в каждом магазине, все это продавалось, стоишь на кассе в магазине, поворачиваешься, тут какие-то маски с пандами там на непонятном языке. Что можешь сказать по этому поводу вообще, насколько это применимо к европейцам, наверное, если так сказать, действительно ли она такая крутая, как заявляется? Смотри, с большего косметика идентична. Чем отличается, если брать так в целом концепт азиатской косметики, она отличается упаковкой, там много различных деталей, трендовости и прочего. То есть, условно, модная крутая упаковка и модные и крутые, ну как крутые, с точки зрения спецэффектов форматы, то есть там пенная маска, там двухслойная, трехслойная эмульсия, то есть визуально это что-то такое совершенно новое, крутое, интересное. По факту, если оценивать косметическую химию, это те же компоненты. Эффективность. Здесь есть просто такой базовый подход, когда мы условно получаем долговременный эффект от любой косметики и здесь и сейчас. То есть, условно, крем может содержать в себе увлажняющие компоненты, которые работают в долговременной перспективе и в то же время содержать светоотражающие частицы, которые просто рассеивая свет, дают немножко такой красивый блеск кожи и кожа становится, преображается. Либо силиконовые компоненты, которые сглаживают рельеф кожи, и кожа кажется более матовой и такой приятной. То есть, мы это смыли, эффект пропал. То есть, здесь балансирование между долговременным эффектом и кратковременными спецэффектами. Вот в азиатской косметике много спецэффектов. Она не супер рабочая. Короче, я просто все, что ты говоришь, я могу подытожить, наверное, я для себя сделал только один главный вывод, что это все офигительный маркетинг и просто каждый продавливает, я так понимаю, свою нишу. Если азиатская косметика, мы с фейерверками продаем. Я тебе больше скажу, что есть тренды такого глобального уровня по активным компонентам. Условно, есть заводы, которые производят нецинамид, ретинол и поставляют его большим количеством компаний. И вот эти заводы, они делают масштабные пиар-компании трендовые. То есть, если ты, наверное, не помнишь и не особо вникаешь, например, там 5 лет назад были модные витамин С, потом появилась гиалуроновая кислота, которая стала супертрендовым компонентом. Хотя ничего, кроме увлажнения кожи за счет притягивания воды она не может дать, потому что она не проникает ниже эпидермиса. Вот. И сейчас, например, моден ретинол и нецинамид. И это тренды, которые формируют тоже маркетологи, по сути. Ты готов рекламировать косметику? Ну, давай так, честно, за большие бабки, когда приходят и говорят неправду. Я знаю просто, что многие так делают. Я почему спрашиваю? Потому что, опять же, блин, очень часто мы сейчас, я вспоминаю крупных блогеров, в какой-то момент они такие, у меня миллион подписчиков, я теперь запускаю свою линейку косметики, смотрите, она прекрасная, я пользуюсь, у меня и в этом шкафчике, и в этом, и снизу, справа и слева, и потом я захожу на YouTube, там целое расследование от людей, которые говорят, да, они вон с подзавода, там, вот за городом, знаете, вот этот, вот они все с одного разливают и преподносят это как своя косметика. Вот ты готов за хорошие деньги рекламировать, если это действительно будет говнопродукт? Я не буду зарекаться на будущее, на данный момент моя аудитория для меня отношение к этой аудитории как к членам семьи. То есть, меня смотрят мои друзья, мои близкие, и мне было бы прошиво понимать, что условно я рекламирую, типа, смотрите, какой кремик, а потом говорить там своим друзьям, типа, ребятка, не покупайте, говнище. Пока на данный момент я точно не готов к этому. Возможно, мне предложат такую сумму, что я продамся и буду говорить, покупайте. Да, да, да. Лучшее, что было в моей жизни. Более того, всю косметику, которую я рассказываю, я ее тестирую. То есть, независимо от того, это рекламная интеграция, это мое реальное мнение, всегда основанное на опыте использования. То есть, я всегда пробую длительный период времени, более того, у меня есть фокус-группа, которая дополнительно, условно, например, у меня там не экстремально сухой тип кожи. Я не могу полноценно протестировать крем для сухой кожи. Я вижу по составу, что он хороший, там много компонентов, которые реально увлажняют. Но органолептику нужно проверить кому-то. Для моего типа кожи не подходит, у меня есть фокус-группа, у которой есть люди, у которых сухой тип кожи. И они мне рассказывают, что липковато, неприятно. То есть, я понимаю, насколько это хорошо сработает. У меня было очень много отказов по рекламе, потому что я писал, ребятки, ну, говно. Слушай, кстати, по поводу рекламы. Мне просто, опять же, интересно, насколько хорошо у нас развит маркетинг в этой сфере и работа с блогерами. Часто ли к тебе приходят белорусские какие-то бренды и готовы сотрудничать? На каком уровне это вообще у нас? Белорусские бренды очень бедные. У них маркетинговый бюджет вот такой. Маленький, да. Вот такой. И я с пониманием отношусь, поэтому обычно мне просто приносят косметику, я ее тестирую, искренне рассказываю. Мне приятно, что у белорусские бренды стали делать реально крутые продукты. Ничуть не хуже зарубежных аналогов. А суперкрутые команды и технологов есть. То есть, я очень, я ходил на производство, я в тесном коммуникации с брендами. Поэтому я прям топлю за, в том числе, белорусскую косметику, потому что она реально хорошего качества. Понятно, что не бывает все суперкрутое, но есть продукты единичные, которые лучше многих аналогов. Да можешь кого-то порекомендовать? Вот давай так, твоя личная оценка, там, не знаю, топ-3, топ-5, кого-то из белорусов. Из белорусских брендов. Мне очень нравится подход бренда Sativa. Это натуральная косметика, которая при этом сделана максимально технологично, эффективно, приятные текстуры, дорогая упаковка. Она стоит, для белорусской косметики, дорого. Ну, если рассматривать стереотипизировано. Но она стоит своих денег. Очень крутые продукты. Мне очень нравится, у компании Modum вышла серия Волошки с васильками, экстрактом васильков. Она такая прям с белорусским колоритом, очень качественно сделана, активные компоненты крутые, стоит бюджетно, можно попробовать, и это реально хорошая косметика. Ну, по крайней мере, два бренда мне вот импонируют. Третья не вспомнишь? Остановимся на двух? Давай остановимся на двух. Давай по поводу того, чем действительно пользуешься исключительно ты, какие средства тебе нужны, что входит в твою косметичку, не знаю, что стоит у тебя на полке. Потому что, по своему примеру, понятно, я такой вот этот сто в одном для рук, для головы, для лица, для ног, и одно полотенце туда же, да простят меня все. И когда закончилась, вот эта вот баночка с полки жены, пофиг, для чего она, и ты помыл все тело, да. Как выглядит твоя косметичка? Давай так. Ну, в силу того, что все-таки я бьюти-блогер, она немножко обширнее. Плюс мне очень много предоставляют бренды на тестирование, поэтому у меня есть возможность выбора. Но я сейчас покажу все, что у меня есть. Попытаемся как-то это, не знаю. Давай я представлю примерно твой уход, который у тебя есть. Номинально. Это средство для всего в виде очищающего геля, шампуня, геля для интимной гигиены и так далее. Иногда даже как средство для кроссовок подходит, да? То есть условно у тебя вот есть это, дезодорант. Это есть. Хорошо, стоп. Давай сразу остановимся. Лучше какой? Спрей или шариковый? На мой, это дело вкуса, но на мой взгляд правильнее использовать стики, даже не шариковые, а вот именно стики, потому что, во-первых, я ненавижу, когда в зале, например, стоит какой-то чел и просто делает вот так вот. Это просто немножко неэтично по отношению к другим людям. Плюс это более экологично, приятно и работает так же. То есть для меня стик оптимальный формат. Хотя каждый выбирает себе комфортно. Все, ребят, мы здесь разобрались, идем дальше. Косметичка шуры, в общем, универсальная средство. Для всего дезодорант и в лучшем случае парфюм. Правильно? Это вот твое. Да, да. Что есть, то есть. Вот парфюм есть. Понимаете, берет и п***ит вам. Откровенно п***ит. Ну все, вот это три. Шура, расскажи, пожалуйста, почему в таком случае на твоем лице сейчас декоративка? Откуда она у тебя? Из косметички жены? Да. Вы должны понимать, что в силу профессии, ну я не могу, ты понимаешь, и я вообще, если честно, всем, кто снимается, рекомендую, пожалуйста, если вы хотите сделать... Да, у меня, кстати, тоже есть. Консилер. Меня просто р*** будут в комментариях, ну все это. А Шура-то красится? А может быть он того? Не, ну, ребят, идем дальше. Так, ну, что есть, то есть, ну че уже тут прип***ать. Давайте. Пусть первым в него камень бросит тот, кто безгрешен. Да. Такс, в общем, моя косметичка, начнем с чего? С очищения. Вот чего? Вот у меня, может, тоже что-то есть из этого, не знаю. Ну давай. Так, очищение лица, просто умылся, нанес увлажняющий крем, в моем случае еще крем для век. Окей, это, опять же, давай так, применение утро, обед, вечер, как это? Здесь нет унифицированной схемы, то есть, мы отталкиваемся от ощущений кожи, от проблем, которые мы хотим решить. Если проблем нет, то просто достаточно совершенно двух-трех вот этих вот средств, и все. В моем случае просто условно, например, мне нужна солнцезащита, потому что я там на пробежку выхожу днем, и мне нужно защищаться от солнца. У меня есть средство для тела в виде спрея, у меня есть мощный СПФ для лица, суперкомфортный, просто вот его используют для защиты от солнца. Очищение тела, у меня есть тенденция к гиперкератозу, я использую средство с кислотами, чтобы немножко кожу его отшелушивать. Вот есть средство для очищения и для увлажнения и отшелушивания, это крем. Достаточно, более того. А парфюмы, ну, как бы, у меня огромная коллекция, это просто два, которые я использую постоянно сейчас. Дополнительно можно использовать сыворотку, дополнительно можно использовать ночной крем с ретинолом, крем для тела просто увлажняющий, если кожа не нуждается в отшелушивании, крем для рук, суперкрутой бальзам для губ. Такой у меня есть, ладно, такой у меня тоже есть. С уже со вкусом манго? Не знаю, кстати, ну, такой, да. А сейчас откровение, мы с Шурой тоже пользуемся декоративной косметикой. Я в силу того, что я блогер, а он в силу того, что он ведущий тоже видео. Сто процентов. И мы понимаем прекрасно, что сейчас здесь стоит свет, который очень сильно дает блики. Поэтому я пользуюсь растопчатой пудрой Givenchy, и если вдруг выскочил какой-то прыщ, или синяки под глазами вдруг появились, я очень отношусь с нежностью к комментариям, и обычно, когда меня в комментариях начинают поносить, у меня появляются синяки под глазами, поэтому приходится пользоваться корректором. Вот. В общем, замазали то, что некрасиво, припудрили, чтобы не блестеть, и как бы можно уже делать блок. Тоже еще одно сыворотко для яйца. Есть форматы, сейчас очень крутые наборов парфюмов, вот таких вот миниатюрках. То есть, условно, это коллекция по тематике. Они похожи на пробнички такие. Да, но суть в том, что условно они подобраны по тематике. То есть, условно, нравится тебе аромат вишни. Покупаешь такой набор, разные бренды, но с ароматом вишни. Ты для себя выбираешь, есть возможность разносить, попробовать, понять, что тебе нравится, и купить полноценный вариант. Тоже крутой формат для подарка или просто для того, чтобы воспользоваться. Ну, по сути, вот это то, чем я пользуюсь сейчас постоянно. Окей. То есть, фактически, это набор, который можешь ты в своей жизни применять в течение дня, там, условно. Потому что я понимаю, там на пробежку, здесь попшикался, это помазал, здесь это сделал. Опять-таки, условно, если я еду в поездку куда-нибудь, там, условно, на отдых, мне достаточно будет тоже твоего же этого набора. Из парфюма, универсального очищающего средства, универсального увлажняющего средства. Все, то есть... Блин, звучит так обидно. Он просто вот, чтобы вы поняли, все вот эти, и просто говорит, вот это твой набор шура, вот это четыре. Просто унизил. Нет, я же опять повторю, что если это решает твои проблемы и закрывает все вопросы, достаточно вот этого набора. Хорошо, давай так, сколько это может примерно все стоить? Потому что, опять же... Опять все в бабки убирается. Да, слушай, люди посмотрят, скажут, блин, нифига себе, ну, вот это для этого, это для этого, это для этого. Ну, действительно, ну, мы все реалисты, это действительно, ну, затратно, это же, ну, не дешевый... Я понимаю, мы говорили о том, что кто-то пользуется чем-то дорогим, кто-то пользуется подешевле, у кого-то нет нужды вообще покупать что-то дорогое, потому что ему изначально подходит что-то подешевле или средний сегмент. Мы это выяснили, ты, собственно, для этого и к нам пришел, потому что я понял, разобрался. Но конкретно говорить про тебя, как бьюти-звезду, сколько это все... I'm a beauty star. Если мы не берем, что вот что-то подарили или приехала на тест к тебе, вот ты сам сколько тратишь на это? Я последний раз покупал косметику, наверное, месяца 4 назад. Все, что у меня сейчас есть, это приходит мне на тестирование. Опять-таки, когда у меня есть возможность получить продукт на тестирование, я всегда анализирую составы, я примерно понимаю, что это мне подойдет или не подойдет. Это будет хороший продукт или это будет посредственный продукт. Поэтому я не покупал. Ну, по цене, условно. Крем для рук белорусский стоит 3 рубля. Корректор 5 рублей. Парфюм, ну, наверное, долларов 110. Ну, понятно, да. По парфюмам всегда можно выбрать что-то бюджетное, но просто, например, зачем, если мне нравится этот парфюм, я могу себе его позволить. Слушай, ну, как будто белорусы вообще, особенно мужчины, с двух парфюмом все нормально, как будто нет. Я такой, уже как must have. Ну, чтоб, да, чтоб пахло вкусно. И опять, либо по карабан, либо золотой слиток. Ну, в общем... Да, ребята, завязывайте с этим. Ребятки, да. One Million это то, или как он, да? One Million. Развивайте свою эрудицию в плане ароматов, потому что это тоже приятно пахнуть чем-то, что ни у кого вокруг нет. Ой, у меня такое есть, кстати, к слову. Мне вот жена подарила недавно, сказала, Саша, пока еще это не трендово, это только появилось, она говорит, мне порекомендовали, вот, я очень доволен. Блин, название, могу сейчас ошибиться, Spice Bomb, по-моему, называется. От этого, Виктор Роллф. Да, я очень доволен. И ни у кого нету, да. Ну, да, приятный спецовый аромат с нотками вишни, корицы. Вот, специи, все говорят, что типа пахнет. Гурманика и вишня. Вишня. Мама говорит, блин, он просто маэстро, чтобы вы понимали, все люди говорят разные. Вот мама, когда вкусила этот аромат, она такая, это вишня. Я такой, да нет, говорю, специями пахнет. Я тебе объясню. И все, типа, чувствуют разное. А здесь, там, по-моему, заявлено корица и вишня. И они вместе дают такой аккорд интересный, который для кого-то вишневое варенье, для кого-то ликер аморетто. Для папы моего вишневого варенья. Для кого-то черничный джем. То есть, ароматы, они же ассоциируются с чем-то. И у нас у всех разные рецепторы, разная чувствительность рецепторов. Поэтому для кого-то это одно, для кого-то это третье. Аромат, на самом деле, попсовенький. И он уже достаточно старый, ему там пять лет, наверное. Но мало кто его носит в Минске. У меня он есть в коллекции. Давай дальше пройдемся. Мы остановились на чем-то, что было пять рублей. И потом парфюм. Идем дальше. Ну и... А дальше ценник варьируется. То есть, есть бренды дорогие. Там 30-40 долларов стоят, 50 долларов стоят. Но, во-вссаном, все это мне дают бренды для того, чтобы я протестировал и рассказал. Ой, ребята, как бы я так жил. Как бы у меня столько было полок дома, чтобы я все это поставил. Моя сестра говорит постоянно, Валик, ну когда ты уже станешь фудблогером? Мы же будем ходить по Минску и жрать вкусно. Вот. Потому что все, что связано с бьюти, у нее полностью это закрытые вопросы. У нее тоже косметичка вот такая. Все хорошо. Есть ли негативные комментарии и пишут ли люди, что вот мне просто интересно, мне это не подошло. Вот ты рекомендовал или хвалил, а вот у меня вот такие проблемы. Как ты на это реагируешь? Вступаешь ли ты в дискуссию с людьми? Объясняешь ли ты им? Или ты просто отстранен, например, такой, ну, типа, Я всегда в тесной коммуникации с своими подписчиками, и надо понимать, что любой косметический продукт, он может не подойти. Даже самый универсальный, самый лучший, самый прекрасный, который уже всеми опробованный, все сказали, good, тебе он может не подойти. Это может быть просто банальная история индивидуальной непереносимости в виде аллергии. Тебя может просто обсыпать от хорошего крема, потому что какой-то компонент тебе персонально не подошел. Поэтому я совершенно спокойно к этому отношусь. Я пытаюсь выбирать максимально такие унифицированные продукты, которые подходят максимальному количеству людей. Понятно, что какой-нибудь ретинол, он у процентов 50 даст обострение акне, а у процентов 30 вызовет жесткое шелушение и красноту. Поэтому я особо не даю рекомендации по таким компонентам либо процедурам, которые реально достаточно рискованные. Какие планы у тебя? Рассказывай на будущее. Ну, потому что понятно, что мы по верхам, по верхам, но тем не менее, опять же, ты говоришь, что ты не так давно занимаешься, там полгода, у тебя такой челлендж, опять же, возвращается с самого начала. Тем не менее, результаты хорошие. Ну, это просто мое сугубо личное мнение. Результаты хорошие. Спрос на это действительно растет. Таких блогеров конкретно мы берем условно в Беларуси. Скажем честно, я никого не знаю, кроме тебя, кто действительно этим занимается. Соответственно, я понимаю, что вектор выбран крутейше, поле непаханное, соответственно, ты можешь ставить себе большие цели. Куда это все дальше двигается, какие у тебя планы, задачи, я не знаю, может быть, мечты в этом направлении? Я понимаю, что буду продолжать. Это точно. У меня есть цель выпустить на базе одного бренда свою линейку косметики. И это не контрактное производство, это условно я полностью согласовываю всю линейку, я ее тестирую, полностью все этапы разработки согласованы со мной, и после этого я запускаю эту линейку косметики. Это будет супер-мастхевы. Для меня это важно, создать продукт, который реально будет приносить пользу. Улучшаться в плане блогинга, в плане качества видео, в плане новых форматов, возможно, каких-то коллабораций, интеграций и прочего. Если отлистаете ленту чуть пониже, вы поймете, что качество видео условно первых видосов было ужасное, и это было даже сейчас для меня немножко стыдно, но в любом случае это были пути становления блогера. Конечно, все с чего-то начинают, 100%. Вот, поэтому когда-то мы условно меня, я очень долго время вообще не брал рекламу, для меня это было настолько дискомфортно, что-то порекламировать, даже хороший продукт. На первой же рекламе это написали реклама, и я написал простейший комментарий. Я надеюсь, вы очень оценили качество картинки этого видео, которое я снял на новую камеру, которая купила деньги, заработанная на этой рекламной интеграции. Как-то я выдохнул после этого, потому что надо понимать, что любой блогер и его основной доход это блогерская деятельность и интеграция, которая на его блоге. 100%. У нас такая же ситуация, я всегда, все думают, что вот Шура просит там лайки выпрашивает, еще что-то. Я говорю, ребята, вы должны понимать, что чем лучше вы смотрите, чем больше пишите комментариев, в том числе и у Валентина в блоге. Это помогает нам просто делать качественный контент, потому что это все деньги. Ну, правда, вы хотите круто, мы хотим тоже делать круто, но нужно чем-то жертвовать. Да, здесь вопрос только этики. Я, мне сейчас не стыдно говорить на камеру, что я никогда не рекламировал косметику, которая была бы плоха. Я никогда не закрывал глаза на какие-то свои внутренние противоречия. Если всегда был выбор отказать в рекламе, если там что-то слабое, плохое или рискованное, я отказывал, потому что для меня на данный момент мои зрители это как члены моей семьи в некоторой степени. Я чувствую социальную ответственность. Я кучу раз отказывался от различного рода предложений, связанных, на мой взгляд, не очень этичными какими-то моментами. Не будем их озвучивать. Рынок рекламы сейчас огромный и запросов очень много. Я отсеиваю 80-90%. Потому что, на мой взгляд, это правильно. Кто-то идет на компромисс со своей совестью, я не готов идти на компромисс со своей совестью. По поводу того, что часто появляется мне в рекламе в Инстаграм, опять же, много сейчас разных процедур. Понятно, я пролистываю, но в какой-то момент я такой, как сорока, меня привлекает все яркое в Инстаграме. И появляется тейпирование, я всегда захожу, и там вот девчонки, у которых на шее вот 10-ти. Мое любимое. Кольца Венеры, правильно я говорю, да? Кольца Венеры, Кольца Венеры. Что-то венерическое. Да. И они такие красивые, разноцветные. Я, кстати, один раз записался, но так и не дошел. Простите, пожалуйста, тот мастер, к которому я записался, я не пришел. Я вообще не знаю, зачем я это сделал. Я такой, просто хочу ходить и всем говорить, что у меня тейпирование. Это же так модно, это же так трендово. Опять же, что думаешь по этому поводу, насколько это вообще работает? Ну, как по мне, это очень странная ситуация. Тем не менее, опять же, я играю в футбол, я знаю ребят, у которых есть проблемы там с коленями, с мышцами. И, ну, странно, когда профессиональные доктора, которые занимаются и работают в профспорте, ну, они же это применяют. Я такой, блин, это точно работает? Ну, если человек это применяет, я такой, это точно работает. Смотри, эстетическое тейпирование и тейпирование, связанное с какими-то проблемами тела, опорно-двигательного аппарата, мышцами, это совершенно разные истории. При эстетическом тейпировании практически нет никакого эффекта. Это не рабочая история. И для меня это такой конкретный индикатор уровня интеллекта дамы, которая с этим ходит. Плюс там есть нюансики, это может спровоцировать акне, потому что, по сути, это клевая основа, которая у тебя лежит пленкой на коже. Я понимаю, да. И это активизирует акне. Это с точки зрения профилактики морщин не работает. В медицинской сфере оно работает всегда в комплексе. То есть, условно, ты потянул мышцу, ты принимаешь нестероидные противоспалительные препараты, ты делаешь физиопроцедуры, тейпы. Нет исследований, которые говорили бы официально о том, что как монопроцедура тейпы работают. Всегда есть исследование комплексного подхода. То есть, условно, ты выпил таблетки от боли, ты сделал физиопроцедуру, ты на нее наклеил тейп, и непонятно, что сработало. Все вместе, да. Поэтому очень сложно отследить, рабочее или нерабочее. Это по опорно-двигательной системе и мышцам. А по поводу эстетического тейпирования, это полностью нерабочая шляпа. И тратить деньги на это не стоит. Просто куча адептов и бьюти-мастеров тейпирования рассказывают о том, что это суперрабочая процедура, решает проблемы морщин. При этом конкретно на них я вижу инъекции ботокса, которые эти морщины устраняют. Это такое немножко лицемерие и двуличие, на мой взгляд. Но опять-таки, попробуйте, убедитесь, скажите сами себе, что вы наивная наивница, и я призываю вас быть не наивными наивницами, а роскошными роскошницами. И не верить в подобную дичь. Короче, мы разрушили миф, получается, по поводу того, что этим что-то можно решить. Мы так устроены, нам хочется быстро, просто, неинвазивно, дешево решить проблему. Но, к сожалению, не могут тейпы решить эту проблему. Проблему мимических морщин. Не могут. Вырезайте, рассылайте друг другу. Если у вас есть друзья, которые тащатся по тейпам, Валентин, все вам рассказал. Просто сделайте выводы. И помните о том, что это индикатор уровня интеллекта. Если вы видите в городе девочку с цветными тейпами, знайте IQ ее ниже среднестатистического. По поводу того, кто может обращаться к тебе, потому что сейчас нас посмотрят. Все такие, блин, крутяк, я тоже хочу консультацию. Возможно, начну писать в личку, задавать вопросы. У тебя есть какая-то твоя личная услуга, которую ты предоставляешь по поводу консультации, наверное? Да, безусловно, есть. Смотрите, на большинство вопросов ответы есть уже у меня в видосах. Я очень структурированно к этому подхожу, у меня есть плейлисты по проблематикам и так далее. Если у вас есть один какой-то локальный вопрос, я спокойно на него отвечаю, просто мне пишите в личку, я на него отвечаю. Можно голосовым, без разницы, по степени удобства. Если нужен полноценный подход, это время затратно. У меня есть опция платной консультации, она стоит 50 долларов и полтора часа мы обсуждаем проблематику, я собираю анамнез, то есть историю ухода, историю проблемы, как человек пытался решить проблему, к чему это привело, и даю рекомендации, исходя из этого, анализируя продукты ухода, их совместимость, многие другие вещи. Какие рекомендации я могу давать? Это и коррекция ухода, уходовых средств, это рекомендации по выбору процедуры, технологий, в том числе инъекционных, аппаратных. Я все попробовал на себе, я в тесной связи с представителями брендов этого оборудования, я точно знаю подводные камни, я сталкиваюсь часто на консультациях, что люди назначают неправильные процедуры, которые не показаны, и это очень, на самом деле, очевидно. Вот представьте, человек, у которого нет в арсенале, например, лазерного оборудования. Проблема, к примеру, пигментации. И она решается конкретными алгоритмами. У человека, у специалиста нет оборудования, которое решит эту проблему эффективно. Он будет давать рекомендации, исходя из своего инструментария. Сто процентов, я понимаю, о чем ты говоришь, да? Поэтому условно, инъекционист будет говорить аппаратные процедуры зло, потому что у него этих аппаратов нет. Специалист по аппаратным технологиям, у которого рука не набита на инъекционке, будет советовать аппаратные процедуры. А я такой человек непредвзятый, у которого огромный опыт и куча информации по этому поводу, даст четкие рекомендации. Это сэкономит ваш бюджет и профилактирует различные проблемы. Поэтому, ребята, если у вас есть вопросы, вы знаете, можете получить и платную консультацию на маленькие вопросики, которые вас будут интересовать. Мы вот узнали, что Валентина постоянно в ВКонтакте, поэтому, ребята, обращайтесь, подписывайтесь. Ой, самое приятное. Подарки конкурс. Мы подошли практически к финалу. Понятно, что мы не успели все обсудить и перед тем, как мы скажем, какой у нас конкурс в этот раз, я скажу, что, ребята, я человек, который не глубоко в этой теме. Поэтому, для этого мы и зовем Валентина, чтобы он нам рассказал, как это есть, с чем это едят и вообще, куда идти за советами. Поэтому, конкурс, мы приготовили подарок, ну, не я, ты приготовил подарок. Я приготовил специальный подарок. Ты приготовил специальный подарок. Что это? Это бьюти-бокс, наполненный косметикой уходовой, а максимально универсальный, который подойдет практически всем. Вот такой вот большой бьюти-бокс, он полностью до краев наполнен хорошей косметикой. Это одна часть. Угу. И, разумеется, бесплатная консультация от тебя лично. по любому вопросу, по любой проблематике. Все, что вас будет интересовать. Да, опять же, мы говорим как и об уходе и о других процедурах, которые могут вас заинтересовать. Что надо сделать? Нужно спуститься в комментарии под постом в Инстаграме, либо прямо, если вы сейчас смотрите нас на Ютубчике, спуститься в комментарии и написать, что придумаем вместе. У тебя есть версия, что они должны написать? Давайте придумаем мне, как блогеру, бьюти-голику слоган либо девиз. Желательно, в стихотворной форме. Самый креативный получит от меня этот подарок. Супер. Вот такой бокс, наполненный косметикой по уходу, я правильно понимаю, да? Или я, опять же, что-то с точки зрения профессионального сленга не так говорю. Нет, там ухаживающая косметика, да. Окей, поэтому спускайтесь вниз в комментарии, а также в Инстаграме либо будет тизерочек, я думаю, на странице у Валентина, вы можете написать в комментарии. Если будет стихотворение, круто, если будет что-то креативное, еще лучше, и мы выберем через неделю, выберем того, Валентин выберет, соответственно, кто будет самый креативный, тот заберет подарок. Валентин, спасибо большое, что ты нашел время, пришел к нам. Что мне остается сказать? Пожелать тебе успехов, наверное, потому что ты уже сказал, что твой челлендж заканчивается, там, условно, через две недели ты готов продолжать. Да. Я уверен, что этому есть дальнейшее развитие, 100%, не знаю, как минимум, твой приход к нам и то, о чем мы поговорили, мне кажется, на все 100% об этом говорят. Спасибо за приглашение и успехов вашему проекту. Спасибо. Ребята, Валентин, невероятный человек был сегодня у нас в гостях, мы прощаемся, все интересующие вас вопросы вы можете задать ему лично, опять же, опускайте в комментарии, пишите, помните про конкурс и не забывайте, самое главное, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, Инстаграм, Телеграм, также Ютубчик обязательно, спуститесь, нажмите подписочку, колокольчик, не пропустите новые выпуски и Яндекс.Музыка, там вы можете послушать в своих наушниках наши замечательные подкасты. Всем спасибо, кто смотрит, всем хорошего настроения, меня зовут Шурапей, это был Закод Подкаст, всем пока-пока. Мы ни разу не акцентировали внимание, что условно, как бы, у меня нарицательное имя Бьютиголик сейчас, то есть не Валентин, а Бьютиголик. Бьютиголик? Да. Прикол. Я просто себе выписал гедонист, я специально сегодня зашел проверить, знаю ли я, что такое гедонист, и я специально... Ты зашел на мой личный аккаунт, где много голых жоп и мало полезной информации. У меня есть аккаунт по блогерству. Так, давай... Вот, давай мы сейчас все это свяжем вместе. Подождите, подождите, мы должны просто... Да, да, у меня не закрытый был гештальт, у меня была плоская жопа, которую я хорошенечко накачал в спортзале. Дорогие, если у вас есть какие-то проблемки и комплексы, решайте их. Не нужно сидеть, злиться на себя и говорить, что ну как бы жизнь несправедлива. Мы творцы своей жизни, поэтому если у вас есть проблематика, ее нужно решать. По поводу задницы, просто можете сходить, и, кстати говоря, есть процедура, я знаю точно, потому что у нас в гостях был до этого пластический хирург, выкачают вам жир с одного места и закачают попу. Это называется липоскультурирование, а проблема там... там тоже есть нюансики. Остаются, во-первых, рубцы, хотя они сантиметровые, но не остаются, и есть риски неровностей. Ой, об этом мы поговорим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok